Приветствую, друзья! Мы снова разбираем планировку. Очередной у нас участник, подписчик прислал планировку. И сейчас мы будем разбирать детально ее. Я вам ее покажу. По традиции не смотрел заранее, чтобы было интересней. Какие-то вещи могут быть понятны, какие-то непонятны. Буду рассказывать, как есть, по-живому. А вы, соответственно, присылайте свои комментарии. Если я что-то не учел, такое тоже может быть. Если вы, архитектор, дизайнер, вам есть что посоветовать, либо возразить, либо дать какие-то дополнения, то, пожалуйста, я не говорю, что мое мнение здесь мнение в последней инстанции. И любое мнение здесь также будет полезно и интересно, я думаю, для всех. Давайте пообщаемся по этому поводу, поработаем. Я, кстати, видел, что вы предыдущие планировки смотрели, многим понравилось. Нравится ли вам такой формат? Если да, то тоже пишите в комментариях. Если нет, либо что-то добавить, убавить, то тоже пишите, будет интересно. Итак, поехали! Ну что же, начинаем. Прихожая. Прихожая мы помним. Что нужно делать прихожей? Давайте уже наизусть учить. В прихожей мы приходим, и нам нужно разместить куда-то те предметы, которые у нас есть. Там ключи, бумажник, что-то в сумку поставить. Нужно что-то, что будет у нас находиться около входа, как тумбочка. Это важная часть. Мы должны это сделать. Поэтому, значит, и также в прихожей нам необходимо большое зеркало. Это тоже очень важная часть. При этом мы помним, что уважаемые фэн-шуисты нам запрещают делать так, чтобы мы смотрелись в зеркало и видели выход, да? Вход-выход. То есть так нельзя делать, как говорят. Поэтому мы так делать не планируем. Поэтому что мы делаем? Да, шкаф, наверное, этот может быть вот здесь. Вот это вот возникает вопрос. Вообще, что это за шкаф? То есть у нас шкаф один и второй. Мы понимаем, что шкаф тоже у нас второе правило. Скоро мы суперпрофессионалами, кстати, будем. Просто даже просматривая эти видео. Ну, конечно, шучу. Чтобы быть профессионалом, нужно очень детально знать не только какие-то правила, да? Ну, и умеется создать все это дело. Но как минимум правила тоже можно знать. У нас должен быть шкаф 600. То есть это важно. Когда вы делаете шкаф, в следующий раз будете присылать, обязательно показывайте, что шкаф у вас 600. 550 это плечики и 5 сантиметров туда-сюда, чтобы можно было нормально уместить пальто. Либо шубу, либо что-то, что там у нас будет, чтобы оно не сбивалось. Поэтому 600 лучше указать. Дальше. Вот эта часть, конечно же, нет. Здесь лучше как раз сделать вот эту какую-то тумбочку. И здесь, например, можно сделать, ну, где-то часть может быть тумбочкой, да, какая-то вот такая. И часть может быть зеркало в весь рост. Вот эта штука, она как пуфик. Ну, в принципе, может быть. Но что-то мне подсказывает, что она будет постоянно сбиваться. Как-то она здесь, ну, не очень смотрится по дизайну, да. Она здесь будет сиротливо, одиноко смотреться. Скорее, скорее нет. Также вот если мы используем, что можно сказать, вот у нас есть, допустим, стена. Вот еще одна стена. И хочется, чтобы тоже, может быть, был какой-то такой заплечик, чтобы у нас был, может быть, какой-то некий портал. Ну, опять же, не такой, да, естественно, не такой, да, то есть какой-то вот такой. То есть это что даст? Это даст возможность, если это классический стиль, дать нам дополнительно, к примеру, мы можем сделать какую-то лепнину, например, сделать. Если это не лепнина, можно тоже портал сделать. То есть не обязательно лепнина, она в классике. Да, это может быть и в современном стиле, но таким образом мы как бы вот эту прихожую отгораживаем, как единый мир, да. Мы можем ее так зацентровать, да. Если мы делаем какой-то у нас свет сразу будет по периметру, мы можем здесь какой-то вот такой вот центр сделать. То есть мы делаем вот это вот помещение, которое непонятной формы, да, вот. Как дизайн там будет, вообще не ясно, как потолок будет идти, как пол будет идти. Мы его замыкаем как бы в такое пространство. То есть у нас получается некий здесь портал, и мы дальше уже выходим и выходим как бы в другую зону. Вот. Это, в принципе, было бы неплохо. То есть это как один из вариантов, да, нежели такая вот открытая. Да, бывают вообще открытые зоны, когда мы заходим и вообще все видим, но здесь мы видим, что мы тут видим. Мы видим тут один шкаф, мы видим второй шкаф и мы видим третий шкаф. Мы находимся в лабиринте шкафов. Ну, типа, это классно? Ну, наверное, может быть, но я бы, наверное, чуть-чуть по-другому попытался бы сделать. Опять же, я даже сейчас еще не смотрел, что там дальше. Я вот просто захожу, сразу пытаюсь себя представить. То есть, возможно, надо было в целом все посмотреть, но так было бы менее интересно. Давайте, я на самом деле, почему я комментирую, мне тоже интересно исследовать, да, как получается. Я вот просто как исследователь смотрю, то есть, возможно, что-то будет, значит, поменено в дальнейшем. Теперь я пытаюсь догадаться, давайте теперь все-таки посмотрим, что у нас за квартира, да, и попытаемся посмотреть, что тут нужно. Вот мы видим гостиная здесь, отлично. Большой у нас лоджия, детская номер один, детская номер два, санузел один, санузел два и спальня. В принципе, нормально, по функциональной зоне у нас спальня отдельно находится, это хорошо, в дальней зоне, хорошо. У нее же свой санузел, это тоже хорошо. Я бы, на самом деле, дверь вот эту бы сделал не здесь, а вот здесь. Вот этот санузел, а, хотя что это за санузел, кстати, непонятно. Я бы поменял, например, местами, то есть, делал бы детский, наверное, вот здесь, а взрослый вот здесь, чтобы сюда никто не ходил, отдельно была бы эта история. А кладовая тоже какая-то странная, то есть, ее нужно, что это за кладовая, здесь, скорее всего, какие-то будут принадлежности для уборчества, может быть, ее надо вынести, ну, не в основную комнату. То есть, вот этот вот коридор, он, конечно, вообще, вот эта вот конфигурация такая, что, да, кстати, здесь не так, конфигурация вот эта, что еще у нас появляется коридор, вот здесь потеряли много, большое пространство. То есть, лучше так, конечно, не делать. Так, ну, с этим мы сейчас будем разбираться, давайте посмотрим, как с этим можно поработать. Вот, так, что мы имеем? Итак, мы зашли, у нас есть шкаф, да, какой-то шкаф один, шкаф два. Ну, давайте, да, действительно, давайте попытаемся со спальней разобраться. Заходим сюда. Ну, во-первых, да, в спальню, может быть, ну, давайте, выход тут может быть любой, допустим, мы сделали все-таки так, да, например, выходим как-то сюда. Мне не очень нравится, что, возможно, кстати, возможно, как вариант, вообще, вот у нас, смотрите, шкаф, вообще коридор большой, то есть, возможно, шкаф вообще вот так вот имело смысл сделать, да, то есть, что вот он со всех сторон был вход, и вообще вокруг него ходить. Может быть, так даже было бы и место было бы ровно столько же, да, сколько и здесь. Кстати, шкаф тогда вот этот сохраняется, вот этот, например, ну, да, здесь выхода нет. Хорошо, можно как-то со смещением. То есть, здесь же, кстати, может быть и кладовку какую-то сделать. Ну, тут надо смотреть, вот я бы все-таки вот этот коридор, вот темный бы использовал, вот этот вот весь коридор как-то, да, и для кладовки, и для вещей, и для всего. И, может быть, имело бы смысл заходить как раз вот отсюда. Может быть, не знаю, да, тут надо смотреть. В общем, здесь я в пятнашке, опять же, играть не готов, потому что это уже проектирование будет. Я здесь не проектирую, а, прошу прощения, тут еще не видно за видео. Я не проектирую, я здесь просто указываю какие-то идеи, да, проектировать, если хотите, это платится дизайнеру, он за деньги все это делает отдельно, все это работа. Сейчас я просто некие идеи накидываю, которые подразумевают, что не нравится, что не подходит. Кладовку не надо сюда, соответственно, вот этой части здесь не будет. Если этой части здесь не будет, то у вас вот эта вот вся часть, скорее всего, я не знаю, как тут по мокрым зонам, то, возможно, все-таки, да, вот сюда будет санузел, сможет уйти. Может быть и нет, не знаю, может быть, это невозможно. Если уйдет, то, в принципе, нормально. Если даже не уйдет, ничего страшного, у вас может быть здесь полноценная нормальная гардеробка, вот такая, да, вполне сюда заходим и сюда заходим, вполне нормальные плечики, да, вот это вот у нас отдельно. Тогда, да, мы теряем вот эту зону, но как бы ничего страшного, то есть это имеет смысл, потому что мы выигрываем при этом гардеробку большую. Поэтому можно еще, ну да, сместиться сильнее нельзя, потому что тут уже впритык, вот здесь, да, ну здесь, в принципе, у нас все складывается. То есть нормальная спальня, 14 метров можно и поменьше сделать, в общем-то, ничего нам не дает, ну, никаких проблем, если мы сделаем, там, 12 метров, если будет, кстати, ну, нормально с, ну, с притоком воздуха, да, потому что вентиляция, да, если будет хорошо работать, иначе у нас быстро воздух кончится. В общем, здесь, наверное, имеет смысл сделать все-таки вот такие вот вещи, тогда это будет работать. Дальше, что у нас еще? Санузел. Санузел, ну, окей. Ну, в общем, перед тем, как уже комментировать какие-то внутренности, да, имеет смысл поработать с коридором, вот самая здесь проблема, да, и, значит, вот здесь вот кладовая не нужна. Если этого не будет, то тут уже будет гардеробка, соответственно, может быть, это сместится там сюда куда-то, вот. Какую-то тему с кладовкой, наверное, все-таки вот в коридоре лучше попробовать как-то разместить. Я бы, наверное, вот как-то так попробовал сделать. Либо, если вообще никак не получается, ну, нет, не может быть, что не получается. Ладно, давайте сходим в детскую. В детскую что мы имеем? Ну, здесь, в принципе, да, нового ничего не сделать. Здесь у нас шкаф, тут шкаф, то есть человек как бы закрыт. Ну, в принципе, это нормально, да, такой получается закуток. Это неплохо. Но тогда шкаф, наверное, имеет смысл не такой делать, а побольше, прям, чтобы вещи здесь можно было разместить спокойно, нормально. А вот эти, наоборот, поменьше, то есть это повоздушнее сделать как-то, да, не надо здесь такие большие. Здесь вот это хорошее решение, мы так уже разбирали. То есть здесь может быть книги, еще что-то, а вот сами вещи, где будут расположены, это, наверное, вот сюда, ну, нормально, да, например, отсюда как-то пользоваться. Вот, тогда может быть, да, тут может быть какой-то, с этой стороны тоже какие-то могут быть вход для стеллажей, там, книг или чего-то. То есть так, в принципе, прикольно, да. И сбоку, да, еще шкаф. Ну, наверное, да, может быть. Значит, вот здесь я бы для вещей все-таки сделал. С остальным вроде все в порядке, окей, подходит. Следующее у нас, что идет здесь, ну, вот, как бы, может быть, я бы все просто переделал бы вот эту часть, входную с гардеробами. Идем дальше. Детская 1, 12 метров, окей, попадаем сюда. А где у нас кровать? Кровать, вот она сделана так, хорошо. Здесь шкаф вот такой, отлично, с вешалкой, да, с вешалкой, смотрите, что поместилось. Стол, окей, может быть. Вот это, конечно, не очень зона, но тут, наверное, будут шторы, да, лучше это тоже указать. Шторы. Что еще у нас здесь? Здесь, в общем-то, кресло, кресло достаточно большое для детской, огромное, да, то есть можно гораздо меньше поставить. Оно прям гигантское, посмотрите, какой стул и какое кресло. Прям как в кинотеатре, да, на самом лучшем дорогом диване, да, находится. Нет, оно, конечно, гораздо меньше будет, можно там парочку поставить, может быть, какие-то эти сделать пуфики. Вот это вот непонятная какая-то штука, зачем она срезана, лучше таких срезанных углов не делать, это ни к чему не ведет. Хотите поставить цветок, ну поставьте нормальный горшок, просто цветок и все, пусть он стоит. То есть в жизни это будет выглядеть примерно вот так вот, цветок и горшки, и все, ну если он нужен. Не надо никаких вот таких вот соединений. Так, заплечики тут, в принципе, есть, они минимальные, но есть какие-то. Хорошо, дверь может быть здесь 800, тоже, ну не знаю сколько тут, 800 можно поставить. Цветок, да, какой-то тут в коридоре тоже, ну не уверен, что он тут выживет, но можно, да, если будет сверху какой-то светильник светить. Дальше, что мы имеем здесь? Самое интересное, мы переходим на кухню. Так, здесь хорошо, хорошо, холл, холодильник, да, наверное. Ну холодильник будет открывать, вот здесь вот тоже непонятно, 600 он или 600, если 600, то у вас тут должно быть какое-то, скорее всего, расстояние. Да, иначе дверь будет открываться куда, будет открываться она вот совсем в дверь. Потом мне не очень нравится вообще вот это наличие этой стены, двери вот этой, то есть я бы все-таки сделал какое-то единое пространство по максимуму, постарался. То есть объединить там вход, ну понятно, что от входа, может быть, вы не сильно хотите видеть, но все равно как-то просматриваем у зоны, иначе получается у нас коридоры, коридоры, туда-сюда заходим. Не уверен, что самое лучшее это решение, то есть все-таки лучше открытое пространство по максимуму вставлять, где возможно. Вообще, кстати, может быть детскую, то есть возможно вот это вот и не нужно, как-то сдвинуть, чуть поменьше детскую сделать, зато вот эту всю зону центральную освободить. Еще как идея, ну тут так, конечно, она не нужна, еще как идея иногда бывает кухню выносят в коридор, то есть, ну здесь, наверное, это не сильно актуально, но в принципе, как вариант, да, где-то может быть, ну то есть тут, конечно, надо более детально смотреть по планировке. У нас была такая планировка один раз, когда мы кухню вынесли в коридорную часть, в общем, было прикольно. Так, ну хорошо, здесь заходим, окей, как-то работаем тут вообще, вот это тогда непонятно для чего, здесь что хранится, если хранится, то тогда, наверное, отсюда шкафы какие-то должны быть. То есть вот эта вот зона, мне кажется, не очень функциональна, потому что сидеть мы за ней не можем, подойти к ней, вот этой частью мы использоваться особенно не можем, вот отсюда. Здесь получается мы как-то вот, ну вот отсюда, наверное, да, бачком-бачком, и здесь вот по 600 тогда надо распределить, так же, как и здесь. Вот, например, 600, 600 и здесь там 400 или сколько получается, тоже как-то до конца непонятно, тоже 600 может поставить. Тогда вот с этой стороны можно будет пользоваться шкафами нижними, да, с этой стороны как бы под вопросом тяжеловато будет сюда зайти, но как бы возможно. Вот этому человеку будет не очень комфортно, когда он будет садиться сюда заходить, потому что расстояние должно быть примерно вот здесь вот тоже 600 спокойненько, чтобы человек зашел, никого не трогая, уже в отодвинутом положении, вот, соответственно, либо чуть-чуть это сдвинуть, может быть, как-то, ну немножечко, вот так вот, да, допустим, чтобы он был комфортно заходить и вот сюда пользоваться, то есть все это немножечко сдвинуть. Ну это такие габариты, да, уже получается, но они тоже важны, потому что это эргономика. Здесь, наверное, шторы, да, тоже указать какие-то, ну почему вот здесь вот есть расстояние, а вот тут нет, то есть, скорее всего, он будет и там, и там, мне кажется, да, шторы будут и тут, наверное, и тут. Здесь, ну окей, допустимо, тут так, так, ну вот здесь такая стенка как бы с одной стороны, с другой стороны, ну такой немножко дизайн, по дизайну это будет немножко простовато, то есть можно было бы гораздо интереснее по дизайну сделать, наверное, я уже сейчас так вижу, хотя не знаю, что тут творится, да, вот, что вот это вот за шкаф, да, непонятно, что это за стенка, то есть, возможно, это такая какая-то либо самодельная, либо какая-то покупная конструкция, то есть можно здесь симпатичнее, наверное, сделать, но если тут планируется по дизайну что-то прикольное, тогда окей. Так, что еще? В принципе, по функционалу-то более-менее нормально, да, основной вопрос, вот мы сказали с кладовкой размещения, и вот эта вот часть мне, конечно, не очень нравится, обилием шкафов и наличием, ну как бы разного габарита шкафов, да, непонятно, не по 600 или нет, но в целом, как бы жить можно, еще один плохой момент, что тут с коридором, да, вот эта часть, коридорная часть, она как бы, ну, съедает много, ну, с остальным более-менее все окей, мелочи какие-то, которые есть, указал, смотрите, применяйте, а вот сюда еще мы не ходили, да, здесь, ну, здесь нормально все, да, хорошо получается. В целом, да, неплохо, коридорчик отработать, я бы, на самом деле, еще поработал, можно сделать гораздо интереснее, мне кажется, планировку. Как бы я сделал, над чем бы я подумал, давайте в завершение уточним, то есть первую часть я бы подумал о коридорах, как можно сделать, возможно, чуть ли даже не кухню как-то интегрировать. Мне не нравится вот эта кухонная стенка, что она вообще закрыта, я бы ее постарался, может быть, объединить вообще вот это пространство, вот это бы, да, общее, я бы сделал каким-то общим. Возможно, как-то вот детскую тоже отрезав, возможно, ну, как, непонятно, конечно, но как-то, да, ну, да, здесь сильно не отрежешь, согласен. Ну, да, окей, значит, вот эти шкафы как-то срезав и сделав как-то вот это вот единое пространство перетекающее, чтобы свет попадал, чтобы оно было вот как-то вот, ну, более, не знаю, интересно. Но, в принципе, можно и так сделать, как вы сейчас сделали, немножечко подкорректировав, наверное, коридорную часть и вот эту часть. С остальным вроде бы как ничего. На этом все. Если хотите делать планировки, если хотите научиться делать дизайн, хотите поработать со мной в плане дизайна интерьеров, приходите к нам на курс. Научу это делать профессионально. Если хотите сделать себе самостоятельный дизайн, так же приходите, научим, как вам это сделать. Посмотрите кучу примеров и сможете создавать не только планировки, но и дальше цвета сочетать с материалами, работая со строителями, делать комплектацию и самостоятельно сэкономить себе деньги и потом дальше даже оказывать консультации для своих друзей, знакомых, если вы себе делаете квартиру. Либо оказывать услуги, если вы хотите стать дизайнером, то можете получить эту профессию. В принципе, это возможно. Не сказать, что просто, но в целом, следуя логике, все может получиться. До встречи в следующих видео.